Всем привет! У меня сегодня выходной и будет такой небольшой кулинарный влог. Вот это блюдо я готовлю первый раз, поэтому не стала его снимать для вас в процесс приготовления. Этот рецепт я подсмотрела у ребят из Майами. Есть такой канал Big Big Family. И они готовили вот это блюдо, я решила тоже попробовать. Единственное, что фрикадельки здесь, конечно, не подразумевались. То есть это остаток от фарша. А так, в общем, как ребята делали, я в том числе попробовала, по крайней мере, сделать. Это тесто для пельменей классической. Обычно замешиваем там вода, мука, яйцо, соль, немного растительного масла. Вот, раскатывается тонко-тонко. Потом фарш, в отличие от пельменей, не лепится в каждую, в каждый кружочек, да, в форме пельмешки. Фарш размазывается по раскатанному тесту, скатывается в рулетик, режется и, собственно говоря, вот потом варится. Почему в сковороде? Потому что сначала нужно пережарить морковь с луком и немножко я добавила кетчупа. А потом уже кладете вот рулетики наши. И, в общем-то, ждем, когда будут готовы. Не знаю, что получится. Приготовиться покажу. Съедобно ли это, вкусно ли это, сами еще не знаем. Ребят, снимаю на кухне. Смотрю, вот на видео недостаточно света. Поэтому, извините, влоги, как говорится, домашние. Из чего есть, из того и исходим. Вот, второе блюдо я хочу приготовить. Сметаник. Рецепт будет классический. Не как там рестораны или, например, там американские какие-то сметаники, чизкейки точнее. Ну, то есть, сметаник, он получается как чизкейк. У меня и этот рецепт есть. Но он более сложный. А если честно, мне неохота сегодня заморачиваться. Поэтому я пойду по быстрому рецепту. Что меня навело на эту мысль приготовить сметанник. Потому что мы купили сметану. Вот, в светофоре. А такое огромное ведро мы никогда вообще не едим. И в таких количествах, собственно говоря, не едим. Поэтому, я думаю, надо ее использовать, пока она мне не испортилась. И решила приготовить такой пирог. Значит, что нам понадобится. Три яйца. Вот пишут, что яйца нужно взбить. И добавить туда щепотку соли, сахарный песок. И растереть все это вместе. Итак, я добавила щепотку соли, сахар. И взбиваю все это хорошенечко с яйцами. Добавляем лимонную цедру. Старым дедовским методом натрем ее на терке. Хотя у меня есть комбайн. Но, не знаю, почему-то я решила сделать именно таким образом. Ну, цедра получилась вот так. Немало, немного. Вот, лимончик побрели. Отправится он в чай. Вот. А тем не менее, значит, делаю это первый раз. Поэтому постоянно смотрю на свой рецепт, записанный по старинке. Так, значит, соль и добавить сахарный песок. Это мы сделали. Не раствориться. Добавить лимонную цедру. О, пришло ее время. Так. Сметану и перемешать. Сейчас сделаем. Так, сметану пишут добавить стакан. Я не буду жалеть, потому что сметаны у меня полно. И добавляю даже стакан с горкой. Сметану добавили с цедрой. И все перемешиваем. У нас получилась такая однородная масса. Она пока жидкая, потому что мы муку не добавляли. И вот теперь добавляем соду, щепотку и стакан муки. То есть весь рецепт у нас состоит из стакана муки, стакана сахара, стакана сметаны, 3 яйца, лимонной цедры, щепотка соли и щепотка соды. Чем мне нравится этот рецепт? Рецепт без заморочек. Все просто, без каких-то напрягов, без каких-то изысканных продуктов. Обожаю такие рецепты. Так вот, добавила я соду, добавила муку. И сейчас все это перемешаем. И тесто готово. Включаем духовку, разогреваем ее и выливаем тесто в форму. Ребят, тем не менее, странное американское блюдо готовится. Рулетики набухли, дочка смеется. Вот, ну попробуем. Я думаю, наверное, еще минут 15 точно оно еще у меня пропарится на бане вот такой водяной. И будем пробовать. Влог получился не совсем кулинарным. Он будет у нас кулинарно-художественным. Давай, дочка, говори. В общем, смотрите. Купила я, значит, картину в фикс-прайсе, да? Смотрим внимательно на фон. Видим, да, какой красивый, размытый фон. Ну да. Не так ли? Так. Теперь, мам, показывай вот с этой стороны, пожалуйста. Вот нет, 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 вот с этой, вот с этой. Вот эту? Мам, вот с этой стороны. Вот, мам. Вот как бы разницу. Видите, да, как он выглядит здесь и как он получается на самом деле. А теперь переводи камеру сюда. А вот это то, что я придумала. Берем губку, значит. Ну, то есть, я немножко это поясню. То есть, фон на картинке размытый, а здесь получается такой хаки и ярко выраженный. Конечно, это... Какая-то вообще... Ну да. То есть, это... Леопардовая тема. То есть, абсолютно не передает, скажем, саму картину. Это вообще должен был быть фон, по сути. То есть, фон это как бы, ну, размытые изображения. А получается, что леопард какой-то, да? Ну, а поскольку ребенок профессионал в художественном плане, вот она решила вот таким образом исправить дефект, так сказать, производители этой картины. Вот тут она добавляет губки, отрезал кусочек губки, разводит, смешивает краски, в принципе, как положено. И фон вот этот задний, она делает более размытым. Задний фон ни в коем случае не должен, ну, как бы, перекрывать саму картину, да? То есть, у нас должна быть лошадь на первом плане, но никак не леопард вот этот зеленый-черный, который получается, исходя из точной инструкции, когда... Вот, который указан в красках, вот, пожалуйста, мы красили именно теми красками, которые по номерам идут, и получается такая ерунда. Ну, в общем, дочка вот так вот решила сделать. Молодец, дочь. Ну, в общем, получилось у нас вот такое вот жидкое, пожиже консистенция сметана теста. Вот, видно прямо лимонную цедру, я думаю, достаточно. Сейчас буду выкладывать вот такую форму. Доченька мне купила силиконовую форму недавно. Вот, давно я мечтала, кстати, форму в такой еще ни разу не пекла. Предыдущие формы были, мне не нравились, потому что, ну, по-разному бывает. Бывает получается, бывает не получается. Тесто ей тяжело вываливалось из формы. Вот, сейчас попробую вот такую. Все, выкладываем тесто, сейчас форму смажу и переливаем туда. И такая рекомендация от канала, где я записывала рецепт, духовку во время выпечки сметаника не открывать. В общем, ребят, блюдо готово. Вот, я специально вот сделала такой разрез, чтобы видно было, да, как оно выглядит. Вот такой вот рулетик получается. Сейчас я его разверну, чтобы показать. Вот, вот такие вот рулетики. На вкус очень-очень-очень вкусно. Прям рекомендую. Вот, видите, с такой зажарочкой получилось. Ну, знаете, как я бы это охарактеризовала? Как пельмени, только, наверное, проще и вкуснее. То есть, в принципе, да, состав, например, этого блюда такой же, как и у пельменей. Тесто и фарш, да. Но по вкусу, не знаю, мне намного больше они понравились. За счёт зажарки, наверное. И, конечно, способ приготовления меня очень сильно порадовал. То есть, не сидишь, не лепишь. Быстренько тесто сделала, раскатала, фарш распределила. И всё, раз-два готово. Вкуснятина, ребят, рекомендую. Ждём сметанник. Так, сметанник готов. Вынула его из духовки. Сейчас приложу на тарелку и думаю посыпать сахарной пудрой. Вообще, значит, пока вот он выпекался, у меня такие мысли пришли на ум. Надо было добавить ванильный сахар, либо, ну, вообще, ванилин. И я бы добавила для себя, вот, наверное, ещё изюм. Вот тогда этот рецепт был бы идеален. Ну, попробуем. Залила себе чайку с лимончиком. Готов мой сметанник. Ну, на этой хорошей вкусной ноте заканчиваю своё видео. Подписывайтесь, ребят, на мой канал. Поддержите начинающего блогера. Ставьте лайки. Не судите строго. Если понравились мои рецепты, то воспользуйтесь ими. Получилось всё очень вкусно. Всё, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok